Неужели невиновных не бывает? Оправдать человека в зале суда возможно, но только теоретически. Практически же вероятность, что вердикт для рядового украинца на скамье подсудимых будет положительным, катастрофически мала. Не 3% оправдательных приговоров, а 0,1%, может 0,2%, ну в каких-то случаях 0,3%. Ну то есть, грубо говоря, 2 оправдательных приговора на 1000, один из которых будет отменен потом в высших инстанциях. Подтверждение такой информации можно найти и на официальном сайте Верховного суда Украины в разделе судебной статистики. Хотя, казалось бы, случаи, когда человека можно признать невиновным, это не что-то нереальное или невероятное. Давайте разберемся. Оправдательный приговор принимается, когда не доказали, что уголовное преступление, в котором обвиняется человек, вообще совершалось. Уголовное правонарушение совершено именно этим человеком. Или в действии человека есть состав уголовного преступления. Украинская же судебная система остается чрезвычайно репрессивной. Люди порой годами просиживают в СИЗО, ожидая решения Фемиды, но оправдательные приговоры судьи выносят крайне редко. Беспредел судей, по которым закрывают людей, подлевают стражи людей, которые ранее не судимы, совершают даже неосторожные преступления. Раз. Второе. Беспредел судей, которые люди содержатся под стражей около двух лет, больше года. Сначала правозащитники надеялись на новый уголовно-процессуальный кодекс, но серьезных изменений не произошло. Теперь же думают, что надо делать уже в рамках новых реформ правоохранительной и судебной системы. Прежде всего, надо избавиться от устаревшей схемы действия. Оперативные сотрудники задерживают человека, формируют первоначальный материал, следователь облекает это в какую-то процессуальную форму, потом прокурор подписывал обвинительное заключение, дело шло в суд. А из суда добавляют, дело должно выйти хоть с каким-нибудь, но обвинительным приговором. И объясняют, легче обвинить, чем оправдать, поскольку считается, что судья выполнил свои обязанности. Это заколдованный столетний круг. От правоохранителей требовали показателей раскрываемости преступлений, а от судей – статистику эффективности их работы. Поэтому они поддерживали друг друга. Обычно позиция следствия, прокуратуры и суда совпадают. Позиции же защиты, будто никто и не слышит. Теперь же правоохранители должны понять, что важно не просто осудить, а доказать вину человека. Кроме того, добавляют эксперты, должен быть улучшенный институт права на защиту. Адвокаты, в том числе и те, которым не платит подсудимый, должны делать все возможное, чтобы добиться для него справедливого приговора. Так юристы Харьковской правозащитной группы добились вынесения четырех оправдальных решений в национальных судах. Об одном из таких дел рассказали подробно. Мужчину обвинили сразу в нескольких преступлениях – хранение наркотиков, кража и продажа запрещенных веществ. В первых двух злодеяниях человек признался и получил три года тюремного заключения. За сбыт должен бы получить еще семь. Но на этапе апелляции подключился адвокат, подкрепленный опытом Европейского суда. За совершенное преступление не может быть человек осужден, если это преступление было совершено в результате провокации со стороны работников милиции. Речь о проверенной схеме правоохранителей. Когда человека, который виновен в преступлении меньшей тяжести, заставляют совершить еще и более серьезное. С подозреваемым предварительно договорились сами правоохранители. Организовали контрольную закупку, когда подозреваемый продал оперативникам наркотики, получил за них меченые деньги. То есть сделал все, чтобы правоохранители имели достаточно доказательств его виновности. Вместе с тем в суде все это удалось доказать. Радует, что есть судьи у нас, которые находят в себе смелость выносить оправдательные приговора по явным случаям процессуальных нарушений. Эксперты сходятся во мнении, что все же решающим должна быть не смелость, главным должен быть закон. Когда изменения в украинской судебной системе будут заметны, на лучшее можно только надеяться, но и не прекращать действовать. Общество и адвокаты должны так давить на суды, чтобы они смогли написать слово «оправдан», когда это действительно справедливо. Такое же правило должно работать и в обратном направлении, чтобы каждый преступник получил заслуженное наказание, чтобы невинный человек не просидел ни одного лишнего дня в следственном изоляторе или тюрьме. Человек, когда он попадает в систему уголовного судопроизводства, и против него возбуждено уголовное дело, и он фактически является субъектом в этом уголовном деле, у него почти нет шансов, что он будет оправдан. Основным усилием и требованием для того, чтобы изменить эту практику, является реформирование системы судопроизводства, которая должна быть первой – независимой, во-вторых, она должна базироваться на непредвзятом отношении с каждой из сторон, как сторона обвинения, так и сторона, которую обвиняют. Должен быть баланс между совершенным преступлением, наказанием, и, соответственно, это обеспечит то, что новые преступления не будут совершать и не наказывать невинных людей. Субтитры создавал DimaTorzok